Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают встречаем картошку копать. У меня вообще такое ощущение сейчас, ну как на Новый год. Для чего тут беспокоиться? В новую эру вступаем. Пирожков напекла с картошечкой. Может, выйдут наконец? Вы уж тоже предложите за ножки. О, вот это, кстати. Все, не ешь, гостей дождись. Валерка, по рукам его бей. Да я до торжественного обеда даже не притронусь. А он же будет? Будет, но не здесь. По-моему, вы не приглашены. Как? Да ну, тогда зачем оно все надо? Валерий Михайлович, нам надо непременно выставить к их приезду все инопланетные артефакты и требовать признания НИИ Уфологии государственным учреждением. КОНЕЦ 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 Соответствующим финансированием, конечно. И даже козу привезти надо бы. Но ни в коем случае не раскрывайте им предназначение машины времени. Скажите, что микроволновая печь. А вот глобус я принесу попозже. С ним есть парочка интересных моментов. КОНЕЦ Ну, как вам? А в чем разница-то? Лоб на камеру вот так блестеть не будет. А больше не надо ничего. Кожа у вас хорошая. Хоть в рекламе сниматься. А, ладно. Я закончила. А вот налево посмотрите, пожалуйста. Вот тут тень какая-то нехорошая. Теперь направо, пожалуйста. Замечательно! Это все замечательно. В какие-то политические партии входите? Понял вас. Значит, смотрите. Говорить ничего не надо. Спокойненько здороваемся, руку жмем. Когда шутят, смеемся. Когда господин Бу шутит, тоже смеемся. Даже если не поймете. Просто на других смотрите. Все смеются, и вы смеетесь. Провокационных вопросов задавать не надо. Вас самого спросят, как живется. Поздно вносить изменения в программу. Надеюсь на ваше воспитание. Мы же не хотим испортить людям праздник. Я имею высокую честь выступить здесь, в маленькой деревне, на просторах великой и свободной страны. Как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, понимаешь, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Долгие годы жители планеты Земля отказывались признать себя единой семьей. Ну, по всей видимости, одной из тысяч, если не миллионов, существующих во Вселенной. И это самым трагическим образом отражалось на судьбе человечества. Мир сотрясали штормы и конфронтации. Он был близок к тому, чтобы взорваться, умереть и не воскреснуть. Теперь этот дьявольский сценарий уходит в прошлое. Разум одерживает верх в борьбе с безумием. Завершился период, когда государства Земли держали друг друга под прицелом и в любой момент, понимаешь, были готовы нажать на спусковой крючок. Сегодня мы бесповоротно вступаем в новый мир. В эпоху всеобщего процветания и благоденствия. В эпоху человечества. Мы протягиваем руку нашим инопланетным гостям, потому что надеемся найти в их лице верных друзей и наставников. И хотя они пока не решаются показать себя, они успели сделать много добрых дел и поделились с нами целым рядом чудесных артефактов неясного предназначения. Господин Президент, вам слово. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас или никогда. А эти выйдут вообще? А мы как-то с ленточкой, понимаешь. Я бы также хотел объявить о присвоении звания Героя России гражданину Сероштанову, организовавшему встречу инопланетян в ночь прибытия. Признаться честно, тот телерепортаж я смотрел с замиранием сердца. Не могу не отметить его выдающееся достижение в кооперации с иностранными партнерами. Международная коммерция и развитие в ногу со всей планетой путь России будущего, с которого мы не свернем. Это мы только начинаем. Предложение инвесторов я вам озвучу в ближайшее время. Выражаем надежды, что скоро инопланетяне выйдут из тарелки, открыто заявят о себе, понимаешь, и помогут всему человечеству в достижении высшей цели мира и демократии на всей планете. Спасибо за внимание. А я бы, с вашего позволения, еще разок зашел. Вечером пообщаться. Ну, ладно, ладно. Пенсии вы ваши выиграли. Завтра распоряжусь, что вы раздали. Все, наигрался я. Так я шо сказать-то хотел, а? А! Без свободного рынка такой аппарат они б... Б... Никогда не собрали. Ты на ракеты американские посмотри. Нашими-то только и инопланетян распугивать, а у них такие лодки, чистенькие, аэродинамичные. А я говорю, что они коммунисты. Почему? Потому что они уже исчерпали интерес к собственной планете. Вы представляете, насколько хорошо они знают свой собственный мир. Их планета им известна до песчинки. А мы даже не знаем, кто на дне Марианской впадины живет. А я вам хочу сказать, что вы за сотни лет первый, кто русского мужика в покое оставил и никуда насильно не тянет. За это я вам хочу спасибо сказать. Извините, как не тянет? А разве к капитализму вы нас тянете не насильно? И не постепенно, как Горбачев, а практически в директивной форме? Мишка Горбачев сознательно никого никуда не тянул. Как нефть упала, он так дырки и затыкал, как умел. Ничего мы не насильно, никого не насильно ничего. Кто вам мешает кооператив открыть? Бандиты. У нас случай один был в соседней деревне. Прям с ментами тамошними приперлись и колхоз отжали. Дикий запад. И на нас сейчас один виды имеет. Порядка хочется, законности. Вот при Андропове, я вам скажу, хорошо будет. Продолжение следует... Вот за эти слова спасибо. Ладно, уже пора бы потихоньку. Но перед тем, как уйти, позвольте скажу тост. Давайте, несмотря на все наши разногласия, беречь Россию. Давайте сделаем так, чтобы нашим людям никогда не приходилось считать тень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы их с распростертыми объятиями ждали во всем мире и с интересом и уважением относились в любом уголке планеты. Чтобы не знала наша Россия войн и несчастье. Чтобы и в самой России свято блюли понятие человеческой чести, достоинства и взаимоуважения. Я в это верю, искренне, и все у нас обязательно получится, если русский человек поверит в демократию. Ну, будем. Популист. Обыкновенный правый популист. Замечательные слова. Ну, посижу я еще пять бутылок, минуточек, и поеду. Хорошо у вас тут, конечно. Пухом, понимаете, и тут... И... Где мой чемоданчик, ё-моё? Ты кому угрожаешь? Я тебе сейчас напомню, что такое Россия! Привезу я тебе новый телек, дед. Японский. Я тут как-то понажимал, и мне другие отвечать стали. Ну, как на радио волну поймал, а там какие-то хамили. Ну, я им в ответ тоже пару ласковых. А как еще? А это тогда кто? Ну, дайте поспать. Башка тряси. Что происходит? Америка напала. А я знал, что не надо нам с ними брататься. Знал! Товарищ президент, дайте приказ. Я ко всему готов. Вы под надежной защитой. Устал я что-то. Ухожу. Сашка! Заводи машину! Поедем мы. Началось торжение! Это был разведывательный аппарат! Они нас обманули! Почему президент бежит? Мне очень не хотелось вам об этом говорить. Мы и так вступили в чрезвычайно опасный контакт с технологиями, к которым мы пока что просто не готовы. Да говори ты! Не хотим мы тут подыхать. Ну же! Хорошо, хорошо. В общем, это звездная карта, которую они нам подарили. Вещь не самая простая. Посмотрите. Видите? Карта очень подробная. Тысячи космических тел. Вся наша галактика. И даже больше. Приближать здесь можно вплоть до самого крошечного домика. Я сперва не понимал, зачем бы ему понадобилась такая подробная карта отсталой системы. А потом, мне все стало понятно. Это не просто инструмент навигации. Это телепортатор на антигравидационных принципах. На эту карту нанесена вся Вселенная. Все очень просто. Смотрите. Я узнал это совершенно случайно, когда просто пытался найти на этом глобусе расположение своего гора... лаборатории. Я нажал на него пальцем и мгновенно туда перенесся. Не сразу понял, в чем дело. Но факт есть факт. Это не средство навигации. Это транспортное средство. Люди даже не узнают, что произошло. Мы исправим все в зародыше, в зачатке. Каким образом? С помощью их аппарата, перемещения во времени. Эта машина создает вокруг себя червоточину. То есть вторгается в материю времени. Значит, нам надо объединить воедино функционал машины времени и телепортатора. И у меня для этого есть необходимый инструмент. Полюбуйтесь. Кабель. На присоске. Других способов спастись я сейчас не вижу. Нам надо подпитать звездную карту от сильного источника энергии. И потом, тихонечко, предельно аккуратно, ни во что не вмешиваясь, ни с кем не вступая в контакт, стараясь даже жучка не раздавить, перенестись всего на день и подстроить все так, чтобы они не зашли в тарелку. Просто не подпускайте их к ней на пушечный быстрел. Вы мне поняли? Второго шанса может не быть. Да как их не подпустишь? Это ж целых два президента. Один даже американский. Хрен, что возразишь. Вот для этого нам и нужна звездная карта. Вы должны предупредить их вдалеке, не дав им даже подъехать к деревне. Нужно попасть прямо в спальню к Ельцину или Бушу. Лучше всего к Ельцину, потому что английского вы не знаете. И вот тогда-то обо всем предупредить. Поняли вы меня? А если не получится, то скажите, что санитарный день. Нельзя и все. Гениально. Что гениально? Санитарный день? Ну так, всегда ж работает. Нет, нет, не санитарный день. А вот возможность изменить что-то в прошлом, еще и в любой точке мира, это же гениально. В историю лезть нельзя. Последствия могут быть какие угодно. Это-то, вы понимаете? Вмешательство должно быть абсолютно деликатным. Ясно вам? Не надо убивать Гитлера в утробе. Не надо воскрешать Ленина. Не надо спасать Иисуса. Не надо испражняться в первичный бульон. Санитарный день. Ну как вы сами не понимаете, что план, извините меня, дерьмо? Куда вы собрались отправляться? Вы что, точно знаете, где у Ельцина спальня? Мы либо действуем глобально, либо погибаем. А почему нельзя было просто с ним не бухать? Ох ты, кто про не бухать заговорил? Да он сам пузырь притащил. Как ты себе это представляешь? Должностное лицо с пузырем, а мы его за порог? Нет, вы посмотрите. От нас сейчас головешки одни останутся, а у тебя все как бы чего не вышло. Слушайте, если они захотят, войдут и сделают все, что только пожелают. Это же самые влиятельные люди в мире. Ну, один из них. Надо их совсем отвадить сюда ехать. Вообще. Вот и обсудили. Все. Каюма. Все. У меня больше нет идей. Отматывайте все назад и будь что будет. Санитарный день. Это ведь не сработает? Не сработает. События такого масштаба крайне детерминированы. Кто как, а я уже во все готов поверить. Продолжение следует... Если ремонт инопланетной техники клеем момент сработает, то я сделаю себе татуировку в форме пятна Горбачева. Ну, скорее! Я пошутил, если что. Отлично! Работает. Осталось только усилить подходящим источникам энергии. Думайте, времени мало. А вы просто в розетку ее впиндюрить не думали? Честно говоря, нет. Ну, а что же мы тогда? Да. Но я подумал, что если технология космическая, то и энергия нужна космическая. Я просто не рассчитал мощность источника. Нам нужно найти резистор. Ни одна схема не работает без резистора. Подойдет обычный? Подойдет, подойдет. Вот только где его достать? У нас тут один буянить начал. Ну и телевизор разбил. Посмотрите на полу, вдруг в обломках найдете. Так, есть. А часы электронные умеешь чинить? Должно сработать. Так, Москва вот здесь. Переносимся туда. Думаем, как и где подкараулить Ельцина с бывшим. Решительно просим их не приезжать. И дело в шляпе. Я отправлюсь с вами, конечно. Ты что творишь? Я говорил, он буйный. Степа, вяжи его нахер! Да послушайте меня! Вась, нас сейчас всех убьет. А план действий был только у него. Да дайте сказать. Тихо. Я знаю, что нам делать. Я совершенно точно знаю. Мы никак до них не доберемся через всю охрану. В спальне нам ни одного, ни другого не подкараулить. Все. Нельзя мелочиться. Надо радикально проблему решать. Значит, все-таки в будущее прыгнем? Давай натоите это сделаем. Мне климат нравится. Нет. Все просто. Вы задумаетесь, что с нашей страной стало. Почему все так получилось? Да как-то сейчас не до этого. Может, потом все-таки? Да послушай, я теперь понял, зачем они к нам прилетели и чего они от нас хотят. Они здесь, чтобы нам второй шанс дать. Твою налево. Он не окочурился? Шериф. Так вот. Михалыч, мы же... Мы же просто в шаге от того, чтобы все исправить. Вообще все. Возможности безграничны. Хватит бояться, Михалыч. На нас вселенская ответственность. Мы должны... Мы должны... Мы... Мы воскресим Ильича. А захочешь Троцкого? Хочешь Сталина из истории сотрем? Не, вы только посмотрите. Будто других мнений на свете не бывает. Ты что за Михалыча решаешь? А что, если он себе ноги вернуть захочет? Ну, вдруг ему не надо вот этих вот твоих всяких? И вдруг ему счастье человеческое нужно? А тебе вот на это все плевать. Да и проходили мы уже это все. Проходили. Нам по-другому как-то надо порядок навести. Железный, чтобы мужик при работе и зарплаты. Ты-то куда лезешь? У тебя на глазах человека чуть не убили. Участковый тоже мне. Он что, так и будет тут лежать? Субтитры сделал DimaTorzok А зачем по-другому? Ты что, не рад быть с нами? А чего тут радоваться? Ты посмотри на нас со стороны. Колхоз дохлый был. Есть. А скоро вообще никакого не будет. Друзья померли все давно. Родные разъехались. Рядом только мент, спивающийся очкарик, и я. Тракторист-машинист четвертого разряда. Я бы с этим трактористом насчет спивающегося поспорил. А ты споришь довольно-таки успешно. Прекращайте, а? Мы ничего с Михалычем прекращать не собираемся. Нам дан шанс махом все исправить. Все. И мы им воспользуемся. Нет, Ленина мы воскрешать не будем. Нам не нужно возвращать былое. Нам молодость нужна. Будущее. Мы... Мы воспользуемся пространственно-временной воронкой. Но далеко нам ходить не надо. Нет. Если у нас не получилось спасти страну, то нам помогут те, кто этого хотел и просто оказался не в том месте. Понимаете, нет? Я не в состоянии. Я не в состоянии. Да я... Да это ж гениально. Озарение. Как же я сразу мог этого не пожелать? Но я ведь тогда еще не понимал, с чем мы столкнулись. Мы очень бережно поступим с тканью пространства и времени. Мы отправимся назад всего... Всего на год. Вы поняли? Мы откроем один портал в Риге в девяносто первом. Заберем оттуда отряд ОМОНа, а выходное отверстие перекинем прямо на Красную площадь. И Родина наша будет спасена. О-о-о. Совсем кукуха протекла. Нет-нет. У Рижского ОМОНа не получилось. Нам нужны те, у кого вышло. Китайский ОМОН. Ну, конечно. Как я раньше не додумался. Отправляемся на Тяньаньмэнь в день самого-самого столкновения. Там ставим точку выхода на Кремль в наш день. Толпа разъяренных рыцарей коммунизма быстро вернет Красное Знамя на свое место. А мы? А мы поведем их вперед. Все. Приплыл парень. Нет-нет. Логика тут есть. Только я бы по-другому сделал. Не получилось у нас с коммунизмом. Да уже и не получится. Надо проще. Надо в 905-й. И чтоб конница разъяренная в воронку эту влетела. Да как вышла. Да как навела порядок на земле русской. Ух! Неправильно вы все говорите. Все вы куда-то взад народ затянуть хотите. Все вам не имется по своим местам расставить. А чтоб с народом посоветоваться, это не. Это мы вам сами расскажем, чего вам от жизни надо. Михалыч, не слушай их. Надо в будущее метнуться по-быстренькому. И там у них поучиться, как дела делать. Аппаратуру закупим, а потом вернемся и такой бизнес замутим. Шкурничество. Шкурничество сплошное. Нам надо решать проблемы человечества, а не искать как бы жопу потеплее пристроить. Все. Сменилась эпоха. Недоличного нам больше. Это мы раньше человеками поодиночке были. А теперь, как они прилетели, мы человечество. А что, не хочешь? Как это? Мы за тебя не думаем, мы предлагаем. И я уверен, что я ближе всего к тому, чего тебе действительно нужно для счастья. Но порядка-то хочется на землице-то русской. Да запускайте вы ее уже. Взрослеть пора, Михалыч. Давай, долой вот это все горлопанство. Я и дать деньги делать, и другим не мешать. О, другой разговор. Запускаю. Михалыч! КАРАЦИН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно! Вот это я понимаю! Может, ну их всех тут и останемся? Пойдем инвесторов искать! И технику, технику отовсюду тырить надо! Как скажешь, начальник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Все-таки ваш человек, это человек концентрированный. Я бы даже сказал, природный. Удивительно. И как вам раз за разом удается демонстрировать такую извращенную логику? Действовать так странно, так неразумно. Вы умеете смыть целую эпоху в унитаз за одну ночь. Это талант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, неожиданное наблюдение. Ну что ж, это все мелочи. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Громко не разговаривай, Валерка. Мы в музее. В музее Валерия Михайловича. За мной, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жюль Верн. Путешествие к центру Земли СССР. 1935 год. Первая взрослая книжка Валерия Михайловича. Пуля 6,5 на 50 миллиметров. Типа Рисака. Свинец. Япония. 1938 год. Кстати, он стрелял в позвоночник специально. Он знал, что дела идут скверно, и хотел, чтобы Валерий Михайлович мучился всю оставшуюся жизнь. Так делают, когда знают, что дела идут скверно. Сержантом Анода? Да ничего. Обзавелся очень неплохой обувной фабрикой. Жив-здоров. Валерий Михайлович с огромным интересом следит за кужлевскими событиями в новостях. Что, хотелось услышать, что у него мучительный рак? Или что он спился и сдох в канаве? Не удивил. Человек есть человек. Ну, зато честно. Дальше, пожалуйста. Коляска инвалидная. СССР. Автор, инженер Киселев. 1976 год. Признаться, новая мне нравится гораздо больше. Свидетельство о расторжении брака. 1959 год. Отдел ЗАГС по Кужлевскому району. Конечно. Вот думал человек, что жизнь он прожил как-то никак, по-дурацки. Потом. Дальше, пожалуйста. Вот сцена, хорошо знакомая любому эксперту по Валерию Михайловичу. Она, в сущности, в последние годы имела место в практически любой день его жизни. Но именно в ту ночь выдалась совершенно особенной. Первые результаты были очень даже ничего. Михайлович поверил, что его гостям все понятно с полуслова, и что в распоряжении людей оказался настоящий исполнитель желаний. Люди потянулись к знаниям и показывали себя с наилучшей стороны. Во всяком случае, очень старались. Но казаться, это еще не значит быть. Попытки людей выдать себя за тех, кем они не являются, ничуть не интереснее ваших казенных праздников, на которые вы в последнее время ходили как на катор. Вот куда более интересный образец. Чистой воды человек. Натуральный, ногой, дурно пахнущий, природный. А вот кто точно еще не научился врать. И кого пока совсем не волнует, что подумают другие. Но навык жить своей жизнью и делать добро искренне из вас улетучивается довольно быстро. Земляне очень ценят иерархию. И хотя с идеей всеобщего равенства они носятся уже давно, отойдя от общего костра, они от нее до того отвыкли, что уже стали побаиваться. Осознавая, что вам очень сильно не хватает эмпатии и умения прощать, вы изобрели магическую жидкость, способную усадить за один стол даже самых непримиримых врагов. Правда, если переборщить, последствия могут быть самые непредсказуемые. Можно всю ночь названивать бывшей жене. А можно нажать не ту кнопку и очень огорчать тех, кого не следовало бы. Пока музей не открыл двери для своих посетителей, пришло время определиться с завершающим экспонатом. Ну, тут, как водится, есть два стула. Слева шанс изменить прошлое. Вас ведь хлебом не корми, дай в прошлом пошуровать. А справа будущее. Хотя вы, ребята, все равно невыносимые идиоты. На что тут рассчитывать? Там, где можно выбрать мир, выбирайте войну. Где можно остановиться на Кингс, выбирайте Битлз. Ладно, второй пример не очень. Они друг друга стоят. Думай о первом примере. В общем, выбирай и ты, Валера. Все пути открыты. Выбирай, что душе угодно, родной. Допустим, вот так. Валерий Михайлович не стал никого дожидаться, заехал в тарелку первым, сам прознал про ее возможности и просто вышел со здоровыми ногами. Ну, плохо, что ли? Никаких мировых катаклизмов. Валерий Михайлович Потихонченков стал пионером палеонтологии. Ну, вроде... Ну, вроде... Ну, кто там у палеонтологов, вроде Шлимана? И все благодаря случайной находке. А что если Валерий Михайлович все оставил и улетел с ними? А? Ну, вот так просто взял и улетел. Навсегда. Не зная, что его ждет. Ну, его же явно ожидало что-то более интересное, чем то, к чему он привык. Хозяин баррель. Теперь этот экспонат навечно останется здесь. Пойдем посмотрим, чего ты там наворотил. Продолжение следует... Михалыч, ты как там оказался? Мы уж думали, что ты потерялся. Постой, да ты ж... Ты себе ноги вернул. Нас в таких местах насеяло. Вам надо было бы это видеть. Мы пронеслись через миллиарды лет и галактик. Да какая ему разница? Ты посмотри, он же наконец-то что-то для себя сделал. Поздравляю! Кажется, не мне одному с этой тарелкой повезло. Но теперь нам придется с ней попрощаться. Слишком велики риски. Все-таки мы еще не готовы. Может, когда-нибудь? Я не знаю, что на меня нашло. Простите меня за тот удар. А, забыли. А ведь мы неделю жизни назад отмотали. Как пользоваться временем будете? У меня теперь печень на неделю моложе. Так что догадайся сам. А я народ к голосованию готовить буду. Все, нет больше инопланетян. Праздник закончился, потому что вечным он никогда не бывает. Надо колхозом заниматься. Товарищи, всех, кто поддерживает сохранение колхоза в форме сельхозкооператива, прошу поднять руку. Ой, да ну вас. Единогласно. Согласна. 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 Субтитры сделал DimaTorzok